В студии Мария Урцева это интервью дня и сегодня говорим о том, какая противовирусная работа проводится сотрудниками медицинского центра Алроса. На эту тему поговорим с первым заместителем директора медицинского центра Алроса Натальей Александровной Челпановой. Наталья Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Наталья Александровна, скажите, пожалуйста, какая часть сотрудников медцентра сегодня задействована в работе? Я хочу сказать, что практически вся часть медицинского персонала, конечно, задействована в данной работе по профилактике распространения коронавирусной инфекции. За исключением, мы понимаем, административного аппарата, такие службы непрофильные, как программисты, экономисты и так далее. А все, что касается медицинских специалистов, но в том числе и нас, касается административного управленческого аппарата, как Юлия Васильевна, мы, конечно, все напрямую работаем именно по противодействию и профилактике коронавирусной инфекции. Именно в нашем регионе, ну, будем говорить о Мирнинском районе. На всех площадках, вы уже прекрасно понимаете, что у нас есть наши здравпункты, которые находятся в Айхаре, Блиенске, в Удачном, в Накэне. Если говорить вот по конкретней, да, какую работу они выполняют и хватает ли вам сегодня персонала? Я хочу сказать, что да, работы очень много. Несмотря на то, что согласно федерального законодательства и республиканских всех приказов и постановлений, вы знаете о том, что вся плановая работа касается медицинских учреждений, она, собственно, вся приостановлена. То есть мы не ведем плановые приемы, мы не ведем какую-то другую плановую работу, там, допустим, диспансеризацией мы не занимаемся, а не медицинскими осмотрами, профилактическими, мы ничем этим не занимаемся. Это запрещено на сегодняшний день, как раз, ну, идет такое ограничительные меры, принятые в этом случае. Вся другая работа именно как раз направлена на, вот, для того, чтобы мы занимались именно и не допустили распространения коронавирусной инфекции. Коротко скажу, чем мы занимаемся. Значит, на сегодняшний день у нас созданы мобильные бригады из числа медицинских специалистов, врачей, среднего медицинского персонала, которые работают у нас по забору биологического материала, когда мы отбираем пробы на COVID-19. Другая часть работников задействована и входит в мобильные бригады, которые на случай каких-то экстренных случаев, если у нас, не дай бог, начнутся заболевшие, появятся на удаленных площадках, это как на КЭН, верхняя ОМОНа и так далее. Здесь мы тоже перестраховались и создали эти мобильные бригады. Третья часть медицинских работников задействована, конечно, в обсерваторах. Вы знаете, что на базе санатории и профилактории Горняк у нас создан обсерватор, ну и другие обсерваторы имеются на территории Мирнинского района. Другая часть, еще следующая часть работников, она задействована, которая, вы знаете о том, что у нас работает горячая линия, там тоже задействованы медицинские работники, которые принимают вызова, вызова, допустим, у заболевших, обострение каких-то хронических заболеваний в данный период. То есть никто же не застрахован, что они же могут заболевать и другими какими-то заболеваниями. Им требуется какая-то медицинская помощь. У нас как бы осуществляется по гласточному режиму горячая линия, когда мы принимаем звонки от наших работников компании, и в том числе, если имеется необходимость, мы выезжаем и обслуживаем теперь наших работников на дому. То есть никто не ходит ни в какие здравомки, а именно работа ведется в том ключе, что все больничные листы, если того требуют состояния здоровья у работника, выдаются на дому и осмотры производятся на дому. Поэтому вот все работники практически задействованы. Ну и другая часть работника, вы же знаете, для того, чтобы организовать все это дело, требуется организация и какое-то планирование всей работы. На нашей базе, вот на базе медицинского центра, совместно с территориально расположенным медицинскими организациями, мы создали единый центр по тестированию. Часть работников задействована там, которые занимаются планированием, организацией, статистической какой-то отчетностью. В общем, все в ходе лица трудимся. А вот по персоналу хватает ли вам сейчас работников? И я знаю, что в помощь к вам приехали ординаторы из Якутска. Да, я хочу сказать огромное спасибо как раз руководству компании, которая как бы вовремя позаботилась о том, что наших, конечно, сил не хватит. И, естественно, я очень благодарна, что откликнулся университет, медицинский колледж, который прислали нам студентов, очень хорошие ребята, девушки, замечательные специалисты из них получатся, это и врачи-ординаторы, и это средний медицинский персонал, который практически прикрыли наши, так сказать, дыры. Вы же знаете, что с самого начала медицинские работники, вот я ранее не сказала о том, что мы были задействованы на термометрии, на термометрии во всех структурных подразделениях, когда прилетают наши пассажиры, то прилетевшим, где нужно было проводить вот это анкетирование. Также сейчас наши ребята, студенты, трудятся также и в обсерваторах, и также они входят в мобильные бригады по отбору биологического материала. Конечно, мы просто без них бы, естественно, не справились, но это действительно так, и я очень-очень благодарна и руководству, опять же повторюсь, и компании, и руководству этих учебных заведений, которые вот действительно приняли такое решение в помощь. Жаль, конечно, что у них начинается сейчас сессия, и многие ребятишки вынуждены были уехать. Антон Александровна, ну я знаю, что многим работникам сейчас пришлось обрати обучение для того, чтобы правильно брать анализы на наличие коронавируса. Можете рассказать об этом обучении, как это все проходило? Кто обучал? Ну, я хочу сказать, что мы обучение практически в ежедневном режиме проходим. Если я скажу, что вот все эти методические рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, они меняются со скоростью света. Выходит одна версия, потом выходит вторая, третья, и на сегодня мы уже шестую версию имеем, по которой. Но опять же повторюсь, в связи с тем, что эта новая коронавирусная инфекция, она для всех новой, в том числе и в Российской Федерации, да, конечно, были какие-то моменты. Что касается обучения, оно не только по тестированию, по взятию вот этих биологического материала. Мы в целом учились и заново повторяли, как нужно одеваться в средствах индивидуальной защиты, как раздеваться, какие инфекционные мероприятия, как себя обезопасить, ну и, соответственно, по отбору биологического материала тоже. Эти занятия, конечно, проходили и в режиме онлайн. Мы также подключали свои видео по линку, обучали персонал, который у нас на удаленных площадках работает, самостоятельное обучение, снимали видео для того, чтобы видеть, как действительно персонал обучается. И в том числе у нас на сайте, вы знаете, в Федерации созданы, тоже обучающиеся всякие, ну, проходят мероприятия, ролики выпускались. И вот именно по таким материалам мы и учились. Ну и самостоятельно, естественно, как я уже сказала. Больше, конечно, мы обучались сами. Сначала сами обучались, врачебный персонал, а потом обучали уже средних медицинских работников. Мы проводили целые уроки. В нашем медицинском центре мы даже пригласили врача, специалиста-инфекциониста Смирнинской центральной районной больницы, которая любезно согласилась к нам. Мы с ней прошли уже, когда это все было окончательно, чтобы нам действительно еще раз обратить и акцентрировать на те моменты внимания, чтобы именно отбирались эти пробы правильно. Ну и, соответственно, чтобы и сами себя сотрудники тоже берегли в этом отношении. Вот взятие биоматериала, вы знаете, правильно не был анализ, как он будет, каков результат данного анализа. А во-вторых, конечно же, условно мы с каждым пациентом работаем, как условно зараженным на ковид. Поэтому прежде всего, естественно, чтобы себя обезопасили именно при заборе тоже этих проб. Наталья Александровна, раз вот дело коснулось индивидуальной защиты, как вообще сейчас обстоят дела в медцентре? Как, насколько у вас хватает вот этих вот защитных средств, экипировка, дезинфицирующие средства? Ну, я хочу сказать, что да. Опять же, все в благодарность только нашему руководству компании, которая побеспокоилась о нас, и мы сейчас настолько экипированы, у нас есть и маски, у нас есть и шапочки, и очки, и одноразовый, многоразовый костюм, у нас есть бахилы, у нас есть перчатки. То есть мы полностью, и руководство компании, опять же, позаботилось не только о нас, оно позаботилось и о других медицинских учреждениях, где в этом тоже была какая-то, у них, конечно, часть была своего, но часть, естественно, пришлось и для них. Поэтому сейчас все медицинские организации нашего района, все медики, я могу уверенно сказать о том, что мы все экипированы, мы все укомплектованы, у нас это есть. Ну, вы понимаете, что это такой расходный материал, который, такой одноразовый, они же имеют свойство исчезать, но наша компания, собственно, существует прям график, когда у нас приходят данные средства индивидуальной защиты. Далее позаботились о дезинфицирующих средствах. У нас происходит же очень серьезная дезинфекция, не только помещений и так далее. Позаботилась о других структурных подразделениях компаний. Мы ведь обеспечили и другие структурные подразделения, маски дали, и наши работники структурных подразделений зависимых обществ, они, собственно, имеют защитные вот эти средства, защитные индивидуальные средства, ну, в виде масок. Ну, работникам, конечно, зачем вам одноразовые халаты защитные или еще что-то, этого как бы не требуется. Но медики, вот именно медицинский персонал, там кто-то, кто работает непосредственно, как бы мы называем в очаге, на передовой, как я говорю, то мы, конечно, все 100% укомплектованы. Как-то поощрят финансово медработников, вот именно медицинского, сотрудников медицинского центра. Вот мы знаем, что сейчас президент Российской Федерации выделил средства для выплаты медицинским работникам. Вы как-то попадаете вот в эту категорию, ваши сотрудники? Да, мы попадаем, но вот к средствам визуальной защиты мне бы еще хотелось сказать, также выразить благодарность, а потом я вернусь к тому вопросу, к культурно-спортивному комплексу, когда мы организовали санпропускник. И наши все мобильные бригады, которые выезжают к пациентам, заболевшим, либо по отбору биологического материала, на базе кристалл, бассейна, мы организовали, так сказать, санпропускник, где наши бригады одеваются в чистое, потом приходят, условно раздеваются, проходят через душевую кабину, проходят всю дезобработку и уезжают абсолютно чисто к своим семьям. Понимаете, это очень важный момент. И это огромное спасибо, опять же, нашему руководителю, Матрёне Вячеславовне, которая, собственно, пошла нам навстречу, и мы там все это дело организовали. Теперь я возвращаюсь к вопросу по поводу, так сказать, выплат. Если получат ли наши медики. Да, мы уже получили за один месяц, и нам было очень приятно, что руководство компании также побеспокоилось о медицинских работниках, которые, вот как я говорю, на передовой, и действительно установили доплаты всем абсолютно без исключения. Но я опять же возвращаюсь, что у нас все без исключения работают в этом, так сказать, по профилактике коронавирусной инфекции. Сейчас, в настоящий момент, отрабатывается вопрос по стимулирующим выплатам вот именно в бюджетной сфере. Вы знаете о том, что там Путин, как бы Владимир Владимирович уже определил, да? А что касается нашего медицинского центра, то сейчас ведется такая работа. Как это сделать для того, чтобы и наши медики, которые вот занимаются этой работой в период пандемии, тоже получили эти стимулирующие выплаты как бы из федерального бюджета. Ну, не знаю, насколько это вот будет. Но я верю, что это действительно будет. Что руководство компании позаботится о том, что наши медики, наши медицинские центры и работники медцентра не остались без стимулирующих. Да, Александровна, ну, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Все как бы достаточно подробно. На этом наше интервью подошло к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин